Это предание можно принять за типичную сказку. Но не все так просто. Не так давно болгарские архивариусы обнаружили документ, где описываются странные события, которые произошли в 1785 году на мысе Калиакра в 60 километрах к северо-востоку от города Варна. Стоял последний день весны. 20-летний парень Радко Вокулак из деревни Болгарева поздним вечером отправился проверять рыболовные сети. Живым его больше никто не видел. Труп юноши нашли на следующее утро. Все тело было усыпано рыбьей чешуей, а сам несчастный оказался полностью запутан в тени. При этом в руке он сжимал кусок старой рыболовной сети. Поначалу жители деревни предположили, что на Радко напали бандиты, которые орудовали в тех краях. Было известно, что в течение месяца некие злоумышленники опустошали чужие сети. Предполагаемых грабителей задержали и допросили. Однако на момент убийства у всех подозреваемых оказалось алиби. Они находились на свадьбе в соседней деревне. Спустя сутки после задержания злоумышленников на берегу у того же мыса Калиакра рыбаки обнаружили еще одно тело. Это был 25-летний живка Баджиев из той же деревни, что и Радко Вокула. Тело новой жертвы было также в рыбье чешуе, тине и со следами удушения на шее. В течение месяца на берегу у мыса Калиакра таинственным образом погибли 15 молодых мужчин. Вечером они отправлялись к морю проверять или снимать сети, а на следующее утро их тела находили на берегу. Через некоторое время по округе поползли слухи, что в деревню Болгарево вернулось проклятие, наложенное несколько веков назад. Об этом проклятии знают все местные жители. Это так называемое коварство навки. Суть его заключается в том, что если хоть кто попробует поймать русалку или причинит ей вред, то эти существа будут мстить, пока не уничтожат всех мужчин деревни. То есть с одной стороны это красавицы, а с другой стороны злобные существа, обитающие в воде, которые, в общем-то, нападали на моряков, на рыбаков и так далее. Когда существует множество легенд, причем легенды у разных народов и в разных концах света, значит, вот ищи, значит, что зерно, которое породило эти легенды, значит, какое-то зерно правды должно быть. В конце 70-х годов 20-го столетия канадские историки работали над архивом военно-морского ведомства. В одном из старых судовых журналов исследователей заинтересовала следующая запись. 25 мая 1610 года в портовую гавань Сэм-Джонса, провинция Ньюфаунленд, зашли несколько датских кораблей. При прохождении ворот в бухту моряки увидели странное существо – голова, черты лица, шея, грудь, как у женщины, а все остальное – рыбье. Существо пыталось взобраться на один из кораблей. Моряки страшно испугались и отказались швартоваться к причалу. Месяц спустя в Дувре, английском порту, произошло что-то похожее. В момент, когда экипаж судна готовился подойти к пристани, нечто с телом женщины и рыбьим хвостом атаковало корабль. Британский путешественник Генри Хатсон, который в тот момент находился на борту, записал в своем дневнике. Вечером мы увидели русалку. Ее спина и грудь были женские, но она была крупнее даже обычных мужчин. Кожа белая, длинные черные волосы. Хвост пятнистый, как у макрели. Чуть позже очевидцы происшествия доложили на берег о странном существе. Когда стали разбираться, то решили изучить судовые журналы известных мореходов. И вдруг оказалось, что даже Колумб и члены его команды видели подобных существ. Колумб видел человеческие лица, женские девичьи лица, видел женское красивое тело, правда с чешуей. Про хвост он ничего не пишет. Вот это очень интересно. То есть это все наводит, вот эти многочисленные свидетельства наводят на мысль, что речь идет о нескольких видах или родах этих существ, которых наблюдают буквально по всему земному шару. От наших болот, буквально Московской области, до через Черное море и в Средиземное море, и дальше в Атлантику, или в Индийский, в Тихий океан. Спустя столетия после инцидента в Дувре о русалках заговорили датские моряки. Многие были уверены, это не чистая сила. Происки дьявола. И необходимо что-то предпринимать, чтобы обезопасить моряков от неожиданных встреч с коварными обитателями океанских глубин. В 1723 году, чтобы положить конец спекуляциям и спорам вокруг подобных наблюдений, власти Копенгагена решили создать так называемую Датскую Королевскую комиссию. Чиновники от науки и государства хотели, чтобы эта комиссия доказала следующее. Слухи о русалках имеют вполне обычное земное объяснение. Никакой нечистой силы и происков дьявола не может быть и в помине. Любого, кто утверждал бы обратное, предписывалось объявлять смутьяном, нарушающим закон. Но случилось все наоборот. Комиссия не только ничего не доказала, но и сама стала свидетелем странного существа, правда не в женском, а в мужском обличии. Существо было замечено с борта судна. Оно с гневом взирало на членов комиссии, фыркало, затем ушло на глубину и больше не показывалось. Пришлось объявить в Дании официально, что русалки и водяные существуют. Русалка – это не обязательно женщина и не обязательно живущая постоянно в воде. То есть она дышит кислородом, дышит воздухом и находится в воде только время, необходимое ей для поиска пищи или для каких-то отправлений жизненных. Первоначально русалка была вообще без хвоста. То есть в самых первых преданиях, еще исходящих из древних легенд, еще шумерских личных сказаний. Там русалка или русал, они были независимо от пола, просто встречались и была русалка он, и была русалка она. То есть никаких вот таких половых разделений не было, и о хвосте речи не шло. Через 30 лет после того, как датская королевская комиссия по русалкам объявила, что эти обитатели моря не являются плодом больного воображения, в многотомной истории природы Норвегии известный и очень авторитетный епископ Эрик Пантопедан написал эпиграф «Главе земноводной». Найдутся сотни очевидцев с безупречной репутацией, которые подтвердят, что видели подобных русалкам существ. Встречи с русалками нередки и в наши дни. Причем, как утверждают очевидцы, загадочных морских див чаще всего можно встретить на побережье Черного моря в районе Одессы и в Крыму в районе Балаклавы. Местные жители рассказывают, что иногда натыкаются на странных существ, выброшенных в шторм на берег. Люди убеждены, это и есть русалки. Они довольно быстро приходят в себя и уплывают в пучину. Русалки, в принципе, чем-то даже на нас похожи, да, то есть просто более приспособлены к обитанию на морских глубин. То есть они могут дышать под водой, и для них созринено дыхание чистым кислородом. У них созринено движение по воде, потому что их тела приспособлены к движению под водой. Есть предание, что русалка не может существовать без возобновления потомства. Но получить это потомство она может только в паре с обычным земным мужчиной. Но как добиться суженного? Вот тут и вступает в силу коварная сущность морской дивы. А коварство заключается в том, что русалка должна сначала обольстить избранника, покорить своей красотой, вскружить ему голову. И когда несчастный влюбленный теряет рассудок и идет в объятия обольстительницы, та начинает щекотать его до смерти, после чего уносит с собой на дно. А дальше в морской пучине мужчина оживает и проводит остаток своих дней в стае русалок. То есть фактически и желание продолжить род, получить какого-то себе, заполучить в своей группе такого-то самца, чтобы продолжить род, это биологическая причина нападения ее часто на купающихся молодых людей, которые потом едва уносили ноги из этих болот, из этих озер. То, что произошло как раз вот с Иваном Сергеевичем Тургеневым. Тургенев был большим любителем охоты и постоянно бродил по местным лугам и оврагам в поисках дикого зверя. Однажды он забрел очень далеко от своего поместья, в совершенно незнакомые места. Была середина лета и стояла страшная духота. Неожиданно писатель наткнулся на скрытое в камышах озеро. Измученный жарой он решил искупаться. Разделся и прыгнул в воду. Начал плескаться и вдруг почувствовал, что сзади кто-то дотронулся до спины. Тургенев обернулся и увидел странное существо. Оно было все в тине. Лицо вроде человеческое, но с чертами хищного зверя. А в глазах стояла непередаваемая похоть. Тургенев, хоть и был не робкого десятка, и охотник, и очень такой крепкий человек физически, он испугался, как все боятся этих существ непроизвольно, подсознательно. И рванул, значит, соженками рванул к берегу. На берегу это вот существо выскочило вслед за ним на берег и продолжало, продолжало его преследовать с легкостью причуду. Волосатая тварь двигалась явно быстрее. Она не отставала от писателя, держалась за ним на расстоянии вытянутой руки. На ходу дотрагивалась до спины беглеца и издавала какие-то звуки. От этого писателю становилось только страшнее. Неизвестно, что было бы дальше, но тут Иван Сергеевич выскочил на лужайку, где местный мальчишка пас коров. Пастушок огрел волосатую тварь своим кнутом, и та повернула назад. Тургенев потом написал рассказ о своих злоключениях, но так и не решился его опубликовать. А позже он отправился во Францию, и в салоне парижской певицы Полина Виардо всем поведал об этой удивительной истории. Среди гостей оказался писатель Гидо Мапасан. Он записал услышанный рассказ и позже опубликовал его под своим именем. Новеллу Мапасан назвал «Ужас». Документально зафиксирована история, которая произошла в Западной Сибири на одном из лесных озер в 1952 году. На берегу водоема отдыхала молодая пара. Ничего не подозревающий парень пошел купаться, и вдруг неожиданно рядом с ним вынырнула русалка. У дивы были большие синие глаза и длинные черные волосы. Русалка с улыбкой протянула к парню руки. Испугавшись, молодой человек поплыл к берегу, на которой ему помогла выбраться из воды его спутница. Как оказалось, девушка прекрасно видела, что происходит в воде. Но русалка не успокоилась. Она выпрыгнула из воды прямо перед девушкой, вырвала у нее платок и, рассмеявшись, нырнула в воду. Местные старожилы потом поведали молодой паре, что в этом озере действительно обитают русалки. Поэтому никто и никогда здесь не купается. Было бы наивным считать, что информация о русалках интересуются только их теологи, криптозоологи и собиратели фольклора. Еще во времена Холодной войны эти существа попали в поле зрения военных структур. Спецслужбы разных стран пытаются изучить русалок, найти их, поймать их. Они используют эхооружие, эхолокаторы специальные, подводные. То есть подается в очень высокий импульс под водой, либо звуковой сигнал, который губит все живое. Дальше на берег выбрасывается все, что погибло в определенном месте. Не так давно был снят гриф секретности с одного из документов, где описываются события, которые произошли в 1982 году на западном берегу Байкала. На озере проводили тренировочные сборы боевые пловцы Забайкальского военного округа. Когда аквалангисты погрузились на глубину 50 метров, то вдруг столкнулись лицом к лицу с существами ростом более 3 метров. Сначала боевым пловцам показалось, что тела существ обтянуты в какие-то блестящие одежды, а головы скрыты под шарообразными шлемами. Но, как оказалось, это не были гидрокостюмы и акваланги. Чем странные обитатели подводного мира дышали под водой, боевые пловцы так и не поняли. Визуальный контакт был вполне миролюбивым. Чтобы разобраться в загадке, командующий учениями приказал поймать одного из странных существ. Была сформирована специальная группа из самых опытных аквалангистов, вооруженных тонкой и прочной сетью. В момент, когда охотники пытались набросить сеть на одного из существ, некий мощный силовой импульс мгновенно вытолкнул всю группу на поверхность. В результате резкого всплытия без необходимых остановок для декомпрессии все члены команды заболели кессонной болезнью. Кто это был, так и осталось загадкой. Сами существа в этой части Байкала больше не появлялись. Дело в том, что разумных обитателей подводных глубин осталось очень мало. Их реально не так много. Встретиться с ними тоже тяжело. Нередко, когда сами как-то выходят на контакт или поднимаются там поверхности. Общение с ними может нам дать знание о подводных глубинах. То есть у нас есть земля, воздушная среда, у нас есть подводная среда. И там, и там скрыто очень много информации. Разного рода и тайм, и инструментов, возможностей. Несколько лет назад Американское национальное управление океанических атмосферных исследований вполне серьезно заявило, русалки существуют и обитают в водоемах по всему миру. Специалисты управления утверждают, что первые упоминания о коварных красавицах с рыбьими хвостами встречаются в наскальных рисунках, сделанных в конце палеолита около 30 тысяч лет назад. Именно тогда люди начали осваивать мореходство. И именно тогда первые мореплаватели стали встречать в морской пучине русалок. А потом изображать увиденное в виде наскального творчества. Пресс-секретарь национального управления океанических и атмосферных исследований Сэнди Никсон не так давно рассказал в интервью изданию Weekly World News, что по крайней мере 65 экспертов, занимающихся изучением русалок, собрались на Таити, чтобы проанализировать все известные данные об этих обитателях морских глубин. В результате ученые пришли к выводу, что гибрид человека с хвостом рыбы действительно живет среди нас. Эксперты говорят, что большинство русалок обитает в теплых водах Карибского бассейна и Средиземноморья. Но они также были замечены в Тихом океане и в Южной Атлантике. Также есть данные, что на одной из американских военно-морских баз находится секретный океанариум, где в особых условиях содержится несколько пойманных особей этих существ. Но место, где расположен этот океанариум, тщательно скрывается правительством США. Во время похорон, принявший власть наследник усопшего императора, сказал, что всех бездетных обитательниц царского дворца прогонять не должно, и приказал их захоронить вместе с главным покойником. Невинных душ было погублено множество. И это еще не все. Когда гроб императора уже опустили вниз, кто-то сказал, что мастера, сооружавшие склеп и челядь, прятавшие ценности, знают все и могут проболтаться о секретах гробницы. Поэтому, когда церемония похорон завершилась, и все ритуалы были соблюдены, кирпичом наглухо заложили среднюю дверь прохода, после чего, опустив наружный заслон, полностью замуровали и строители, и слуг так, что никто оттуда не вышел. Сверху посадили траву и деревья, чтобы могила приняла вид обычной горы. Именно под этим жутким местом в марте 1974 года и стал рыть колодец Янь-Дживан. Обнаружив глиняную голову, крестьянин поклялся оставить колодец в покое, чтобы не испытывать судьбу. Но любопытство оказалось сильнее страха. И вон опять взял лопату и копнул глубже. И тут земля под его ногами разверзлась, и крестьянин провалился в подземную галерею. То, что увидел Янь-Дживан, поразило его так, что он и немел. В огромном помещении с тройными рядами стояли солдаты. Целая армия глиняных, или, как говорят археологи, терракотовых и стуканов. Все это выглядело так, как будто бойцы были готовы в любой момент ожить и вступить в бой с неведомым врагом. Сама история стерракотовой армии, она сама по себе очень загадочная и неоднозначная. И она сама по себе является уникальным объектом древней истории, потому что больше нигде в мире ничего подобного нет. Более 8 тысяч фигур в натуральную величину. Выбравшись на поверхность, Янь-Дживан со всех ног бросился к старости деревни. Крестьянин рассказал все как на духу, а в качестве доказательств предъявил глиняную голову. После чего администрация приказала Вону молчать. Но о находке было сообщено по инстанции. Из Пекина приехали археологи и в режиме строжайшей тайны начали исследовать галерею, куда провалился Янь-Дживан. Как оказалось, крестьянин наткнулся только на часть отряда терракотовых воинов. Но дальше исследователи открывали все новые и новые подземные галереи. И удивлением ученых не было конца. Терракотовых воинов насчитали несколько тысяч. Они оказались выполнены настолько ювелирно, что сразу можно было сделать вывод. Их создатели неимоверно старались. Но добровольно или под принуждением трудились таинственные скульпторы. Эту загадку исследователи разгадали чуть позже, а пока они никак не могли прийти в себя от увиденного. Например, от того, что во всей армии нельзя было найти одинаковых лиц. Все статуи имеют индивидуальные черты портретные. То есть их явно лепили с конкретных людей. Даже я встречал информацию, что, собственно, самих прототипы после этого воинов убивали. Глиняные солдаты как бы отражали многонациональность Китайской империи. В их лицах узнавались не только китайцы, но и монголы, уйгуры, тибетцы и другие восточные народности. Детали одежды и прически соответствовали своему времени. Доспехи и обувь воспроизведены с невероятной точностью. Первый анализ позволил предположить, что готовые изваяния обжигались в печах при температуре порядка 900 градусов. Потом художники покрыли всех воинов естественными цветами. Немного поблегшие краски заметить можно и сегодня. Сами же фигуры, возраст которых оценивается в 2000 лет, выглядели так, как будто их создали только вчера. Дело в том, что там применялись специальные средства для поддержания глиняных, таракотовых этих изделий в надлежащем виде. То есть какие-то укрепляющие растворы, краски и лаки, которые могли еще 5000 лет продержать эти фигуры в таком состоянии. В 1980 году археологи откопали вторую колонну глиняных солдат. В ней оказалось еще 2000 статуй. А позже, в 1994-м, обнаружили генштаб – скопление высших военных начальников. Все они были истерокоты. Еще через несколько лет ученые проникли в более глубокие помещения. Там находились древние произведения искусства и разнообразные предметы домашнего обихода. А потом исследователи наткнулись на многочисленные останки людей. Больше всего было женщин. Находка выглядела таинственно и страшно. Уже не было никакого сомнения, что все это – гигантская усыпальница императора Циньши Хуанди. Однако никто не мог понять, зачем древним китайцам необходимо было тратить немыслимые силы и средства на создание этой грандиозной загробной композиции. И какие еще тайны хранит земля этой местности? Возможно, ответ кроется в личности самого императора. Достаточно сказать, что он был необычный человек, и многие исследователи сегодня склоняются к тому, что он был вообще неземной человек. То есть есть такая версия о том, что это был какой-то посланец других миров или других цивилизаций, который жил, как жил на нашей земле. Что известно о Циньши Хуане? Родился он в 259 году до нашей эры и при рождении получил имя Ин Чан. Во всяком случае, так утверждает легендарный китайский летописец доисторической эпохи Сыма Чан. Едва Чану исполнилось 13, как он занял престол. Произошло это не без придворных интриг. Согласно традиции того времени, молодой император принял новое имя – Цинь-Шихуанди, что в переводе обозначает «первый император династии Цинь». В ту далекую эпоху на территории современного Китая существовало несколько разных царств. Они непрерывно вели кровопролитные междоусобные войны. Ситуация в стране осложнялась постоянными набегами кочевых племен с севера и запада. И тогда молодой император Цинь решил объединить все китайские царства и выступить единым фронтом против общего врага. В разные годы над реализацией грандиозных замыслов императора Шихуанди трудились более 1 миллиона человек. Это при том, что численность населения всей империи едва превышала 20 миллионов. Среди самых значимых проектов это, безусловно, завершение строительства Великой Китайской Стены, возведение Величественного Дворца Ипан в новой столице государства городе Сиань, а также строительство канала Линцюй. К сожалению, большая часть проектов императора либо не была завершена, либо была разрушена неблагодарными и воинственными потомками. Такое ощущение, что он вообще, вся его жизнь была расписана уже заранее. Как бы он все делал по плану. Преобразовывал страну так, что она стала могущественной державой. То есть там все было регламентировано, расписано. Это как бы учеными все это уже написано, проверено досконально. То есть он добился каких-то огромных успехов и в государственности, и в военном деле, и в науках, и в культуре. И в то же время был человеком очень странным, очень жестоким. Действительно, все свои замыслы Шихуан Ди воплощал в жизнь с особой жестокостью и вероломством. Его армия покоряла одно царство за другим. И вскоре молодому правителю покорился весь Древний Китай. На захваченных территориях устанавливался режим подавления любых волнений и уничтожения всех несогласных. Империя была разделена на 36 округов. В каждом назначалось по два наместника – гражданский и военный. Цинь ужесточил все стандарты. Это касалось денег, меры длины и веса, письменности, норм строительства и даже ширины оси для телег. Предыдущая история Китая была объявлена несостоятельной и искаженной. В связи с этим в 2013 году до нашей эры все книги и древние летописи побежденных династий предали огню. Были подвержены казни более 400 ученых, которых заподозрили в нелояльности к новому императорскому режиму. Но и это еще не все. Он мог подвергнуть смертной казни 100-200 тысяч строителей за то, что они плохо положили камень в какое-то основание, какой-то пирамиды, например, или какой-то гробницы. Вот. И говорят, что он выглядел, то есть хронисты говорят, что он выглядел не совсем так, как выглядели китайцы. То есть он был чуть ли не европеоидного облика. Версия, что один из самых одиозных китайских императоров был этническим чужаком в Поднебесной, вызывает самые горячие споры у историков. Те, кто ее придерживаются, предъявляют достаточно любопытные аргументы. Первый аргумент. Цинь запретил населению империи пользоваться самоназваниями народностей и национальных групп. Вместо этого было введено общее прозвище – черноволосые. Император также отменил аристократические титулы, приравняв тем самым родовую аристократию к черноволосам. Он не сделал исключения даже для своих сыновей и братьев, не заведя их до простолюдинок. Второй аргумент тоже весьма любопытен. Известно, что армия императора погубила несколько сотен богословов, последователей Конфуция. А конфуцианство, как известно, всегда считалось и до сих пор считается одним из основополагающих религиозных учений Китая. Но более всего интересен повод, которым воспользовался Шихуэнди, когда приказывал уничтожить ученых-богословов. Как только молодой император взошел на престол, он сразу предъявил претензию на обретение. Это явно противоречило философии Конфуция. И богословы раскритиковали императора, посчитав его стремление варварским. В результате все оппоненты Циня были казнены. Кстати, о бессмертии. Шихуэнди бредил с детства. Но обрести это бессмертие посчитал возможным только после того, как получил реальную власть. Он хотел править империей бесконечно. В связи с этим Цинь приказал снарядить несколько сотен экспедиций во все уголки своей страны и в соседние государства для поиска рецепта эликсира вечной жизни. Это знание нельзя открывать для всех. Это знание может получить только человек достойный. Если человек не хочет при этом проходить определенный путь, и при этом этот человек наделен властью, он представляет колоссальную опасность. По словам самого Циня, возглавляемая им династия должна была править на протяжении 10 тысяч поколений. В итоге все поиски эликсира бессмертия закончились для императора трагедией. А все потому, что он хотел вечно жить ради власти, а не ради самосовершенствования. И не хотел слышать мудреца. Впрочем, он уже не мог их слышать, поскольку всех истребил. И вот тут появляется самый парадоксальный момент в истории Шихуандии. Полной решимости жить вечно, он ни с того ни с сего приказывает строить свою усыпальницу. Зачем? Тайна, которую до сих пор еще никто разгадать не смог. Цинь лично участвует в обсуждении обустройства будущей гробницы. Он хочет, чтобы в ней были сосредоточены все накопленные богатства, чтобы усыпальница стала ничем не хуже царского дворца. Но самое главное, чтобы в загробной жизни императора сопровождала его армия. Для этого правитель потребовал отобрать четыре тысячи самых лучших воинов и командиров и умертвителей. Весьма странное решение, учитывая стремление Циня жить вечно. Тем не менее, приказ поступил, и никто не имел права его не выполнять. В последний момент в покой императора вошел старший советник и взволнованным голосом произнес. «Ты, государь, волен делать все, что захочешь, поскольку власть твоя безмерна. Но она, эта власть, опирается на твоих подданных. И если ты умертвишь четыре тысячи лучших воинов Китая, то многострадальный твой народ не поймет столь странного поступка императора. И ты посеешь бунт. И подавить этот бунт будет уже некому, поскольку лучшие твои воины будут умерщвлены. А оставшиеся в живых возглавят народный бунт, чтобы отомстить за погубленных тобой их товарищей». Цинь выслушал речь своего советника. Он был в смятении. Идея окружить себя в загробном мире целой армии никак не покидала императора. Но и страх оказаться свергнутым, восставшим против него народом, пугала Циня. И тогда советник предложил живых воинов заменить на терракотовых. Скульпторов для создания глиняных бойцов искали во всех уголках Китая. Мастеров набралось более десяти тысяч. И каждому поручили создать как минимум по одному терракотовому воину. Позже методом радиоуглеродного анализа было установлено, что пыльца растений, найденная на статуях, относится к разным природным зонам Китая. Этот факт свидетельствует о том, что обязанность изготавливать воинов была возложена на все провинции империи. Но тем не менее слезины в одно было место. Существует как бы историческая информация, что буквально через несколько лет после смерти Циньшуха-Анди династия была свернута в результате народного восстания. И повстанцы вскрыли захоронение терракотовой армии, потому что у них было оружие, то есть статуи воинов были снабжены реальным боевым оружием. И как бы 8 тысяч единиц мечей, алебард, арбалетов, это в общем-то достаточно хорошее оснащение для повстанческой армии. Прошло чуть более полувека, прежде чем новый император Китая распорядился восстановить разграбленную гробницу нарушить Хуань-Ди и заново вооружить терракотовую армию. Настоящим оружием глиняных солдат в этот раз не снарядили. Были наняты мастера, которые изготовили для истуканов мечи и копья из бронзы и олова. А чтобы больше никто не смог вторгнуться в гробницу, покуситься на сокровищницу усопшего и его армию, все помещения гигантского подземного мавзолея были оборудованы замаскированными арбалетами. Их настроили так, что оружие могло автоматически выстрелить, если злоумышленник заденет скрытые рычаги и растяжки, приводящие в действие спусковой механизм. Сегодня найдены следы их проникновения туда и найдено огромное количество их останков, то есть высохших, разбросанных костей, черепов и так далее. То есть это доказывает, что эти люди натыкались на какое-то препятствие, то есть им что-то мешало туда проникнуть. И последние годы буквально обнаружено несколько древних арбалетов, каких-то более совершенных приспособлений, ловушек, типа гигантских мышеловок и так далее, которые сохраняли эту армию от разграбления на протяжении двух тысяч лет. Но все это обустройство защитными средствами было сделано уже после смерти Цинь-Шухуанди. А пришла она к императору неожиданно, поскольку умирать он вовсе не собирался. Цинь продолжал надеяться, что рецепт эликсира вечной молодости вот-вот будет найден. И однажды этот эликсир императору принесли. Он выпил волшебные таблетки и тут же скончался. А позже личные лекари Шухуанди выяснили, в эликсире была ртуть. Неудивительно, что этого правителя в общем-то как бы отравили фактически, предоставив ему вот некие таблетки содержащие ртуть. При этом они ему вменили его мудрецы и так далее эти средства как как раз эликсир долгой жизни. Случилось это в 210 году до нашей эры. А через три года империя Цинь рухнула под натиском внешних и внутренних врагов. Кстати, императоры по сей день покоятся во ртутье, в которую был опущен гроб с останками Шухуанди. Одни считают, что это некий символ. Другие уверяют, что ртуть призвана сохранить тело. Ведь многие не сомневаются, что придет время и легендарный император воскреснет. А вместе с ним оживет его терракотовая армия и завоюет мир. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok